Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Я не могу вам показать это видео, потому что YouTube это немедленно забанит, но у меня в описании есть ссылочка. В моем телеграм-канале вы можете насладиться этим прекрасным монологом. Прекрасно в этом видео то, что оно не могло появиться вот еще буквально вчера. То есть человек, который записывает это видео, никогда бы не показал своего лица, потому что вот ужас перед вот этой путинской системой, вот таким пригожинским Вагнером, перед дутым имиджем Кадырова был настолько велик, что их боялись. А вот теперь, теперь человек прямым текстом рассказывает, как он лично на зоне опускал Пригожина. Причем он тут же переносит это на Путина сам. К какой породе пернатых относятся эти персонажи, посмотрите на это видео. Оно прекрасно тем, ну там, конечно, много ненормативной лексики и абсолютно такого откровенного блатняка, но мне кажется, что это прекрасный удар под дых именно Путину, Пригожину и всей этой своре. Потому что именно вот этот вот блатняковый прикид, вот эта приблатненность и попытка принадлежать как бы к авторитетам в уголовном мире им было свойственно постоянно. Они всегда претендовали на такую бандитскую авторитетность. И вот человек, который откровенно весь в уголовных наколках и утверждает, что он лично в деталях рассказывает, как на зоне он опускал Пригожина, причем ниже Плинтуса с перечислением и очень яркими метафорами. Друзья, еще вчера это видео не могло бы появиться просто по причине того, что не захотел бы никто свое лицо светить и приглашать Пригожина на разборки, на рандеву, на нейтральную землю. Еще вчера никто бы не помыслил всерьез это сказать и прекрасно то, что если это с открытым лицом сказано сегодня, на видео записан ролик и гуляет по телеграм-каналам, значит завтра обязательно те же слова будут сказаны в лицо и Пригожину, и Путину, и Кадырову, и Соловьеву, и Симоньян, и всем им будет предъявлено именно в такой форме. Именно в такой унизительной форме их и будут опускать не только по жизни, но я понимаю, что все перечисленные метафоры вполне возможно произойдут с этими Рогозиными, с вот этой всей шушерой, которая действительно прощена уже не будет. И не важно насколько человек, который записал это видео, в каких деталях он прав, в каких не прав, сам факт, сам факт вот этого публичного coming out, вот в этом смысле, потому что coming out это же не только в смысле гендерном, да, это вообще вот это вот revelation, вот это раскрытие, вот это абсолютное, вот правильное отношение к тому, что король-то голый. Ребята, это у Ганса Христиана Андерсона, собственно говоря, было описано, черт побери, достаточно давно. Я не могу сказать, что это тот самый мальчик, который сказал про голого короля, договорили это тысячу раз. Просто голому королю о том, что он голый, сказали на понятном ему языке. Вы понимаете, с ними уже на их языке люди из той среды, из которой они вышли, из вот этого уголовного мира, из этого откровенного блатняка, то есть люди, которые позиционируют себя преступниками по жизни, потому что человек говорит, что вот по жизни он никогда не уйдет из этого мира, что он умрет вместе с этими блатными законами и уголовными привычками. И он расставляет акценты настолько очевидно, что становится понятно, что, наверное, это вот какой-то последний, предпоследний. Это тот звоночек, который должен был обязательно прозвенеть. Появление этого видео, еще раз говорю, ссылочку я даю в описании, очень симптоматично. Значит, с этого видео начался вот какой-то еще один отсчет истории, потому что есть процессы, которые идут какое-то время из подваль. Их не сразу заметно, не очень понятно, вот кто кому Рабинович, вот кто откуда выходит и куда идет. Но есть вот эти, вот знаете, реперные точки, вот эти маркеры. И появление этих маркеров, оно не просто симптоматично и символично. Оно показывает, что пройдена определенная веха в процессе, который неизбежно закончится. Ну, собственно, посмотрите видео, там намного ярче, чем я в плане идиоматических выражений. И абсолютно не стесняясь, человек дает себе волю. И, в общем-то, с тем, что говорит этот уголовник, этот, я так понимаю, авторитетный и понятный в уголовном мире человек, с этим ведь соглашаются люди совершенно из другого мира. Потому что, по большому счету, ну, может быть, форма кого-то из вас и покоробит, но то, что с сутью сказанного вы будете согласны, это 100%. И абсолютно правильное перенесение вот этого уничижительного отношения презрительного с Рогозина на Путина абсолютно уместно. А далее, это значит, автоматически следующими становятся все, вот абсолютно все причастные к путинскому режиму. Видосик такой, знаете, специфический, поэтому сразу предупреждаю, там матерка достаточно много, но вам будет любопытно. Я уверен, что зрители моего влога будут обогащены, так сказать, вот этой вот непревзойденной фактурой, которая льется как песня. Иногда, знаете, изредка вот и такую изюминку, в общем-то, в кексе в нашей жизни, ну, как бы, можно посчитать достойной. А вас я попрошу не забыть подписаться на мой канал, поставить лайки, обязательно написать комментарии. Это продвигает по волнам Ютуба, по алгоритмам, которые, в общем-то, хрен его знают, как работают. Но, друзья мои, я думаю, что с уходом российской модерации из Ютуба, которая находится под ФСБ, совершенно откровенно, что-то будет меняться. И эта тема отдельного разговора, как, собственно говоря, еще вчера абсолютно вольные, свободные соцсети превращаются в абсолютно заангажированные, управляемые элементы политического влияния и информационной войны. Это следующая тема. Как всегда, закончить я хочу тем, что победа Украины, ну, и особенно после этого видосика, да, представляется неизбежной уже всем здравомыслящим людям. Я думаю, даже те, кто пытается пропагандистски противопоставить себя Украине и работать на российского диктатора Путина, они в глубине души понимают, что они лузеры, что они проиграли. И вот эта вот инерционность пропаганды, мне кажется, она и убивается вот такими яркими вкраплениями, как этот видосик, ссылка на который у меня в описании, на мой телеграм-канал. А победа будет за нами, друзья, потому что за всем миром и за каждым из нас. Ну, в этом-то плане точно, обязательно не заражает. Спасибо. Спасибо.